Библейский портал экзегет.ру представляет Девятая глава книги «Экклезиасты» Я читаю перевод российского библейского общества для библейского портала «Экзегет». Мы уже поняли, что нам хочет сказать «Экклезиаст», если осилили предыдущие восемь глав. И в девятый он как бы начинает подводить итог, потом это продолжится. Ну что он говорит, я перечислять не буду. Все, щита, пустая щита, погоня за ветром. Я испытал разные удовольствия, я совершил великие деяния, а теперь на пороге смерти смотрю, что... Да нет в этом большого смысла, что будет после моей смерти, я не знаю. Вот об этом и дальше. Все это брал я в сердце, исследуя все. Ну это как бы итог предыдущей книги. «В Божьей власти, праведники и мудрецы, их дела, любовь или ненависть ждет его, ничего человек не знает». То есть смотрите, человек не знает, но они в Божьей власти. Вот с ними Бог поступит так, как считает нужным. Со всеми одно. «Одно и то же случается с праведником и со злодеем, с добрым и с чистым, и с нечистым, с жертвующим и с неприносящим жертвы, с добрым и с грешным, с клянущимся и с тем, кто боится клясться». Как же это? А вот он исследует одну простую вещь. В книге Ио это вопль. Как это бывает, что праведник страдает, а злодей процветает? Он говорит, в Божьей власти праведники и мудрецы. Злодеи, наверное, тоже, но они об этом не думают. А то, что случается, это тоже от Бога. «Это зло, повсюду под солнцем, со всеми случается одно. Сердце человека полно зла и безумия при жизни, а после уходит он к мертвым. Смерть, как самое большое зло. Между прочим, мы об этом мало думаем, но ведь это действительно так. Вот то, что неотвратимо и то, что ждет каждого. Все остальные беды, они, либо их можно как-то избежать, либо они не всех коснутся. «Но у всех живущих есть надежда, живой собаке лучше, чем мертвому льву». Вот живи и радуйся тому, что это есть. Такая тема в этой книге постоянно возникает. «Живые знают, что умрут, а мертвые не знают ничего, и нет им воздаяния, даже памяти о них не осталось». Насчет того, что нет воздаяния, в Ветхом Завете действительно мы не видим развернутого учения о загробном воздаянии, о вечной жизни после смерти, но у экклезиаста получается так, что вообще ничего нет. «Минула их любовь, их ненависть и страсти, и вовек пребудут они непричастными к жизни под солнцем». Печальная история. «А потому весело ешь свой хлеб и радостно пей вино, дела твои угодны Богу». Ух ты, как не экклезиаст прямо, да? «Раз ты жив, дела твои угодны Богу». То есть смотри, радуйся жизни и думай о том, что ты ценен в очах Божьих. Хороший совет. Вот этот депрессивный автор вдруг нас приводит к какой-то радости. «Всегда на себе белой одеждой умощайся с елеем. Радуйся жизни с любимой женой в дни пустые, что даны тебе под солнцем. В дни твои пустые, ибо таков твой удел в жизни благодаря трудам под солнцем». То есть живи полноценной жизнью и радуйся жизнью с женой. Вот он искал тысячу, женщин перебрал, ни одной не нашел. Оказывается, одна жена может быть достойна того, чтобы с ней быть вместе и радоваться жизни. Тысячи нет, а одна годится. О, как интересно. Все, что в силах ты сделать, сделай. «Либо в Шиоле, куда ты уйдешь, нет ни действия, ни разумения, ни мудрости, ни знания». Шиол — это мир мертвых, куда по их представлениям сходит каждый умерший. То есть живи, пока живешь. И живи полноценно. При этом не ожидая, что все будет красиво и хорошо, и об этом дальше. Еще я видел под солнцем, что небыстрый побеждает в беге, немогучий в битве, что сыт, немудрый, что неразумный, богат, что неискусный, в почете. Но каждому выпадает свой срок и жребий. Срока своего не знает человек. И как рыбы попадают в злую сеть, и как птицы запутываются в селке, так люди бывают застегнуты злым часом, который приходит внезапно. Вот история про то, что хоть ты и живешь полноценной жизнью, но ты не знаешь, что произойдет, это от тебя не зависит, по большей части. «Видел я под солнцем иную мудрость и счел ее великой. Был небольшой город, и жителей в нем немного. Подступил к нему могучий царь и окружил осадным валом. Нашелся там мудрый бедняк, и спас он своей мудростью этот город. А после никто из горожан о том бедняке и не вспомнил». То есть, частая история, когда бедный, но мудрый человек помогает другим, и они его забывают. То есть, смотрите, он говорит, это великая мудрость. Она не в том, что бедняк добился результата, и его все помнят, ему стоит памятник, его имя передают из уст вустановым поколениям. Нет, она в том, что вот эта мудрость сработала, подействовала, он спас свой город. «А не жди воздаяния, действуй так, как правильно». «И сказал я, что мудрость лучше силы, но мудрость бедняка презирают и не слушают его слов. Тихая речь мудреца слышнее, чем крики начальника над глупцами». Разве не парадоксально это? Смотрите, тихая речь мудреца слышнее, чем крики начальника над глупцами, но начальники над глупцами, мы их много встречаем в жизни, и сами они еще более глупы, они как раз всем и заправляют, не так ли? Но в какой-то момент, в критический момент, вот город в осаде, город в опасности, именно мудрая речь побеждает все. Потому что мудрость лучше, чем оружие, но один глупец может многое погубить. Вот такая несимметричность всюду, да, в этой книге. Мы все умрем, но живи. Глупость царит в этом мире, она начальствует, но будь мудрым, потому что именно это изменяет что-то в этом мире. Ты изменил что-то в этом мире, но не жди признания и благодарности, а радуйся тому, что ты прожил. И дальше вот про мудрость пойдет 10-я, 11-я глава. А как, собственно говоря, жить, и 12-я завершит эту книгу. Спасибо. 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 Спасибо.